Друзья, всем привет! Сегодня 22 ноября, на дворе уже лежит снег. Как быстро летит время! Казалось бы, еще совсем недавно мы проходили техническое обслуживание 90 тысяч километров, а сегодня у автомобиля уже пробег 97 тысяч. 26 ноября я записался на техническое обслуживание. Видео это, видите, скорее всего, как раз таки 26 ноября вечером. В общем, суть следующая. Сегодня мы начинаем снимать очередную серию про дневник Mazda 6 вместе с вами. Тем, кто впервые зашел на канал или совсем недавно присоединился, кратко напоминаю, в 2015 году купил автомобиль, был одним из первых, кто купил уже новую версию, начал вести детальный дневник, постепенно рассказывая про автомобиль, все, что с ним происходит. Стараясь это делать объективно, рассказывая как плюсы, так и минусы. Прежде чем мы с вами начнем, я хочу обсудить два момента. Первый. Ну все вы прекрасно знаете про такой сайт, как Авито. Но я вам хочу напомнить то, что у них есть раздел авто, где вы можете продать ваш автомобиль, где вы можете купить автомобиль с пробегом, так вы можете купить еще и новый автомобиль, ведь этот раздел давно уже полюбился всем официальным дилерам. Они выкладывают у вас хорошее предложение с реально низкой ценой, но от вас одна задача, позвонить и уточнить все детали сделки. Сайт Авито, раздел авто, не забывайте про него, то, что им можно также пользоваться. Второй момент. Это сервис от Авито под названием автотека.ру. Заходите на этот сайт, вбивайте ВИН-номер автомобиля, который вы хотите потенциально купить. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что сегодня, зайдя на сайты, смотрите объявления, везде пишут, не бит, не крашен, все в идеальном состоянии, все технические обслуживания у официального дилера. Вот этот сервис помогает вам узнать историю автомобиля. Вбивая ВИН-номер, оплачивая всего лишь 99 рублей, это не такая большая сумма, когда вы хотите купить автомобиль. Вы получаете на почту учет по машине. Участвовал ли автомобиль в ДТП, какой у него реальный пробег, что с машиной делалось, кредитная машина, наложен ли на ней арест. В общем, вы получаете информацию, которая поможет вам. Поэтому, парни, авитоавто и автотека.ру, ссылки ждут вас в описании. Пользуйтесь, это полезно. Предлагаю тысячах на ста, прям как только пересеку эту цифру, снять целый ролик, сделать детальные вот плюсы и минусы за 100 тысяч, потому что есть косяки такие, к которым я никак не могу привыкнуть. Сегодня же кратенько, смотрите, лакокрасочное покрытие. Я на самом деле удивлен. Ожидал то, что к 100 тысячам оно будет в более плачевном состоянии. Я вам сейчас показываю кадры чистого автомобиля, потому что, ну, сегодня у нас погода пасмурная, снежная, зимняя. Вот так вот мы перемещаемся во времени. Сегодня четверг, 23 ноября, утро. Умеете? Могете просто. Время порядка 8.45. Ну что, давайте посмотрим автомобиль поближе. Сколов по автомобилю действительно мало. Паутинка, характерная для черного цвета, присутствует. Появляется она вследствие того, что после мойки машину протирают тряпками. Если этого не делать, то кузов проживет дольше. Конечно же, после покупки автомобиля его сразу можно защитить, нанести нано-керамику в несколько слоев, ну, как минимум, 3-5 для защиты. Затянуть его пленкой. Здесь вы все прекрасно знаете, на этом останавливаться не будем. Я от себя скажу, ожидал худшего результата. Думаю, то, что к 150 тысячам можно будет сделать полировочку автомобиля, один слой нано-керамики для блеска и прокататься еще 50-50 как минимум. Как я вам уже неоднократно говорил, что колесные диски я менял по гарантии, больше они не облазят. Если кто-то столкнулся с похожей проблемой, обращайтесь к официальным дилерам. Это официально гарантийный случай. Тормозные диски с колодками стоят у меня ЕБЦ. Комплект я купил за 18 тысяч рублей. Что можно сказать из отзывов? Ну, плюс-минус, чуть лучше, чем оригинальные диски. Я, конечно, особо сейчас не гоняю, но пару раз приходилось тормаживаться. Самое главное, то, что их не ведет, перегреть их еще пока что не удавалось. Тем не менее, я знаю одно, то, что если раз в 10 и тормозится, это, понятное дело, непрофессиональная какая-то спортивная система, конечно, их начнет вести, конечно, они начнут бить в руль, ну, будут перегреваться. Простейшие правила эксплуатации. Если вы где-то с трассы ехали, нагрели диски, приехали на мойку, дайте машине 5-10 минут поставить, чтобы они остыли. Попадаете в лужу, ну, в общем, вы все прекрасно знаете. Для того, чтобы не делать просто диагностику, мы сделаем все рекомендации, которые были по автомобилю на 90 тысячах, ну, и, конечно же, поменяем масло моторное и так далее. Смотрите, я вам сейчас буду перечислять, что я купил, и для вашего удобства, цены копейка в копейку, с учетом легкой скидки для меня, я вам буду вводить на экран. Масло моторное 5-30, всегда его лью, потому что пришел на нем автомобиль, частенько спрашивают, может быть, залить 0-дабл-20, который тоже идет на Маздах 6. Я не знаю, парни, разница какая? Вы что думаете, то, что если вы масло начать дорогой лить машин, лучше поедет? Как правило, говорят, разница только в вязкости. И льют 0-дабл-20 для регионов, где более суровый климат. Фильтр масляный, само собой, с шайбочкой, все в комплекте. Помните, на 75 тысячах я менял свечи, тогда я их поставил НГК. Почему я их поставил? Ну, мне посоветовал человеку, который я покупал запчасти, вот просто повелся на какую-то глупость. Он мне начал, вот, давайте альтернативу сделаем, зачем тебе переплачивать за оригинал? Это всего лишь шильдик, всего лишь надпись. В общем, купил, на 90 тысячах посмотрели свечи, состояние просто 2 балла. Вот родные свечи за 75 тысяч были в лучшем состоянии, чем вот эти аналоги за 15 тысяч получается. Вот, оригинальные свечи, 4 свечи покупаю. Все Мазда, пожалуйста, все как положено, поставлю их, буду уверен, что еще там тысяч до 150 на них без проблем накатаю. Солью бензина 98, поэтому качество топлива, ну, как обычно, у нас всегда говорят, что в России все самое плохое, тем не менее, с самого момента покупки 98 и только на одной заправке. Задние тормозные колодки. Не забывайте, что на автомобилях с 2015 года идет электронный стояночный тормоз. Это нужно учитывать. Очень частая ошибка. Люди приходят в автомагазин, покупают колодки от дорестайлинговой версии, более бюджетные, приезжают в сервис и выясняется, что они не подходят. И вот это начинается съездить, поменять, купить другие. В общем, вот оригинальные колодки под электронный стояночный тормоз. У меня всегда в голове держалась цифра 5,5-6 тысяч за оригинал. Когда я услышал, за оригинал чуть ниже 5 тысяч, как говорится, психологический барьер, кладем в корзину. Вот за все это уже цена набежала порядка 13 тысяч рублей. Ну, как обычно, цену вы сейчас все видите. Для того, чтобы получить бесплатную доставку, я взял еще фильтр воздушный и фильтр салонный. Тоже оригинальные. Они, конечно, подороже, можно найти дешевле, но я уже намучился. Честно вам скажу, вот на Ниссан себе покупал более бюджетные фильтра. Такая все херня, какая-то просто тряпочка марля. Поэтому за 500-600 рублей больше я на эти цифры не смотрю. Будете вы покупать себе альтернативу, пожалуйста, все на ваше усмотрение. Таким образом, за весь перечисленный комплект я отдал чуть больше 15 тысяч рублей, заказал в понедельник, во вторник мне тоже все дело привезли. Все оригинально, с гарантией. Смотрите, знаю то, что будете спрашивать, где я все это покупал, потому что намучиться с выбором запчастей, где купить это вообще. Заходишь на один сайт, масло, как обычно, у всех есть, колодок нету, либо наоборот, то есть какие-то стандартные вещи всегда присутствуют, но, как правило, что-то найти оригинальное тяжело. Поэтому оставлю вам ссылку на магазин в описании, звоните, общайтесь, там телефон контактный, будете ссылаться на меня, вам сделают небольшую скидочку. Как я это добился? Ну, благодаря вам все. Звоню, говорю, веду канал на YouTube, сделайте скидку, помогите там, дайте что-нибудь. Люди серьезные, взрослые говорят, какой канал, ну, ладно, будут звонить, будем делать, будем обсуждать. В общем, все зависит от вас и от суммы вашей покупки. Классно вообще. В общем, все это беру, отправляюсь к официальному дилеру, для вас проведет одна секунда, для меня проведет четыре дня. Мы перемещаемся на 26 ноября к дилеру, и вы нас сейчас увидите уже на подъемнике. Наконец-то мы находимся в боксе, значит, повторюсь еще раз, основная задача сегодня сделать комплексную диагностику автомобиля, чтобы понять, в каком он находится состоянии. 97,5 тысяч, скоро конец гарантии, поэтому я должен быть перестрахован, что в первую сотку я войду с хорошим автомобилем, чтобы не получилось так, что на 105 тысячах что-то вылетит, и это придется менять уже за свой счет. Приступили к работе, поднимаем капот, и сразу, что бросилось в глаза человеку, то, что здесь есть следы от крысы. Я вам рассказывал, всем, кто подписан на инстаграм-канала, что под капотом завелась крыса, открыл капот долить омывайки, и смотрю, все поедено. Здесь, если присмотреться, сейчас плохое освещение, кал есть крысиный, в общем, приходят на себя поесть, пожить, переночевать, скажем так. Это очень важно. Вот человек говорит, что каждая третья машина, которая приезжает на обслуживание, вот с такими следами, поэтому следите, чем это чревато, пожрать, может вам всю проводку, проснете с утра, вы просто будете огорчены. Вот идет пластиковая защита, вот здесь вот идет просто ткань. Соответственно, человек говорит, что чаще всего они начинают здесь делать все норы, поэтому обратите внимание, на самом деле, это не шутки, это не просто вам проблема, это не обязательно жить там надо в Москве, в крупном городе, даже в маленьких городах, небольших, если вы ставите машину возле помойки, то реально проблема будет. Как бороться? Есть различные спецсредства, отпугивающие, которые можно встать под капотом, и они будут запитаны от аккумулятора. Стоит это порядка двух-трех тысяч рублей в интернете, можно дешевле, поэтому смотрите, если у кого-то есть следы, надо бороться, парни, вот просто так на самотек это не бросайте. Свечи. Если я не ошибаюсь, я вам снимал видео, говорил, что я их купил тоже там равен пяти тысяч восьмиста рублей, вот сейчас я чуть за такую же сумму привез оригинальные свечи, вот посмотрите сами, они все черные, я на них откатал семидесяти пяти тысяч, поэтому вот эта экономия непонятная, зачем мне совет этой НГК, подделок очень много, к чему это может привести? Можно нарваться на катушку зажигания, она будет стоить на тысяч семь-десят, это если искать самому, установка совсем, поэтому имейте ввиду, на свечах экономить не стоит. Качество топлива, повторяю, заливаются от 98 на одну и ту же заправку. Фильтр воздушный мы меняли на 90 тысяч, состояние хорошее, поэтому оставляем его пока что побегать, потом сам на 105 тысяч у меня. Антифриз у нас на уровне, сейчас все осмотрено наличие подтеков, заодно параллельно смотрим, нет ли ничего погрызанного поеденного этим маусом. Для порядка сейчас проверим уровень заряда аккумулятора. Плотность аккумулятора у нас 1,22-1,24, что можно сделать? Можно снять его, сносить домой, часов на 6 поставить, заряжаться, побегает еще. Ну вот уже крайние банки нас просили. Состояние салонного фильтра, ну вот он уже запылился, в принципе это можно еще кататься и до 105 тысяч, но я его поменяю, раз привез новый, поэтому с пылью ездить я не люблю. Есть возможность поменять, значит будем менять. Все мне постоянно рекомендуют помыть подкапотное пространство, мол грязь, пыль, влияет на теплоотдачу, парни, но это просто пыль. Здесь на теплоотдачу, если что-то и влияет, какой-то минимальный процент. Вот лезть в подкапотное пространство с мытьем, но я пока что не буду. Тысяч на 150 я еще подумаю, но пока что оставляю вот так. Если в микронах померить, здесь толщина пыли будет, я не знаю, в лучшем случае один микрон, поэтому это чисто можно, знаешь, там натереть, как коту яйца, но мыть вот это вот и говорить то, что от этого машина хуже работает, ну я бы не стал. Самое главное, двигатель чистит там, где действительно нужно. Смотрите, вот эта тормозная колодка от CX-5, задняя, обычная, вот эти колодки уже идут вот задние от Mazda 6 с электронным стояночным тормозом. Если вы возьмете обычную колодку без электронного стояночного тормоза, ну вы увидите разницу. Просто продавцы в магазинах частенько делают ошибки. Обращайте на это внимание. И вот смотрите, что интересно, упаковка у нас идет оригинальная, сами колодки идут ТРВ, но по факту, когда вы покупаете машину новую, даже с завода там тоже стоят такие же ТРВ-шные колодки. Понятное дело, Mazda колодки сама не делает. Подняли автомобиль на подъемнике, проверяем его по кругу наличию люфтов, смотрим подвеску. Вообще, на самом деле, приятно, когда приезжаешь к одному и тому же мастеру, и он про машину уже знает больше тебя. То есть, не нужно рассказывать, что делали в последний раз, уже все помнят. В общем, работаем как положено. Состояние резины, как я говорил, идеальное. Если, конечно, все сейчас четыре колеса посмотреть, есть места, где повыпадали шипы, но буквально один-два, не так много. Вообще, напишите ваше мнение, какой резине вы доверяете больше? Шипованный, не шипованный все сезонки, липучки. В общем, напишите, на чем вам кажется есть безопаснее. Пару раз срабатывал датчик давления в шинах, останавливался, смотрел. Вы знаете, бывает, когда перепад температуры, не всегда он каретно работает. Сбросил, и все, и больше он не срабатывал. Вот здесь у нас находится дело. Вот он, гвоздь. Ну, уже это был, наверное, саморез, шляпка стесалась. Колеса сняли, сейчас посмотрим износ родных колодок. Вот ТРВ также написано. Износ колодок у нас сейчас осталось примерно 3 мм. Это если в процентах, это как раз 90%. Мазда сама рекомендует замену задних колодок при износе уже 2 мм. То есть, это край самый настоящий. С тормозами шутить мы не будем, поэтому, естественно, колодки мы меняем сегодня. Диски, передние тормозные колодки, как я вам говорил, мы меняли их. Все новое. То есть, менять здесь ничего не нужно. Левый амортизатор у нас в норме, потеков нет, ничего не порвано. Если бы были потеки, мне правило, здесь собираются, здесь их было бы видно. Сейчас то, что влага присутствует, но это потому, что вода на улице. По ошибкам помыли. В общем, здесь нареканий нету. Менять не будем. Многие писали, что амортизаторы нужно менять в паре, но не забывайте о том, что когда ты приезжаешь менять автомобиль по гарантии, то, как правило, менять только то, что у тебя сломалось. Многие говорили, что будешь разгоняться, будет автомобиль раскачивать, ничего не раскачивать. Ездил 108, много в общем ездил, быстро разгонялся, проблем не было. В идеале, конечно, если вы столкнете с этой проблемой больше после 100 тысяч, естественно, меняйте в паре. На минимальном пробеге, если вы где-то пробили, то в любом случае вам поменяют его только один. Хотите поменять оба, пожалуйста. Но я вот разницы не почувствовал. Правый, который меняли, тоже в норме. Сняли мы пластиковую защиту, и сейчас будет самое интересное. Посмотрите, в каком состоянии поддон. Делаем этот приваз. Вот это. Такое же, как и было в тот раз. Если по кругу посмотреть, то здесь все сухое. Я думаю, это не столь критично, чтобы разбирать его, дополнительно герметизировать. Еще неизвестно, как это потом аукнется. Не знаю, видно вам, нет, но вот, вот здесь типа как бы трещина, которая со временем может лететь надрывы. Понятное дело, когда-то он порвется, просто вопрос времени и когда. Но я думаю, не в первые 50 тысяч должно произойти, а там, ну, посмотрим, будем следить. Остальные целые. То есть, дальше сейчас смотрим, попробую, если что-то будет, покажем. В общем, не буду вам сейчас все детально рассказывать, но вот кратко говорим, то, что все целое, пыльники, стойки стабилизатора, коробка сухая. Если что-то сейчас где-то вылетит, по ходовой части, вообще снизу, по подвеске, то сразу скажем. А так, смотрим, нареканий пока что нет. Даже вот всякие мелочи, связанные с салютблоками, все равно показываю. По задней части проблем так-то вообще редко бывает, но у нас и вовсе. Общаясь с сотрудником сервиса, задаю прямой вопрос, вот у других владельцев шестерок такая же ситуация, то есть плюс-минус там расходники меняют. Все верно, все так, повальных нареканий на автомобиль ни у кого нет. Если ты являешься владельцем Mazda 6 от 2015 года и у тебя с ней постоянно что-то происходит, обязательно напиши. Мы можем даже снять видеоролик, чтобы все было объективно, сказать то, что вот ситуация, как вот мы показывали, то, что коробка пиналась у человека, которому поменяли ее по гарантии. В общем, все делаем по-честному. Итак, пришло время подводить итоги. На улице уже темно, хотя время всего лишь без 10,5. Вся диагностика плюс обслуживание у меня заняли 4 часа. Что мы сегодня сделали? Заменили тормозные колодки задние, масло, свечи, фильтр салоны тоже поменяли. В общем, за все я отдал вместе с диагностикой 3465 рублей. Вот вам показывают то, что я оплачиваю. Что-то сделали в подарок в виде диагностики, сделали, конечно же, скидку мне 50%. Эта скидка также действует и для вас. Все, кто записывается в автоспеццентр, где я обслуживаюсь, выпросил, по телефону прямо говорите от Машкова вам скидку делают. Надо, пожалуйста, обращайтесь. Удобнее в своем сервисе, где вы привыкли обслуживаться без проблем. Никого не призывают бежать сюда. Сделали диагностику сход-развала, нарушение не замечено, поэтому с ним мы ничего не делали. Если подводить краткий вывод по автомобилю, ну что, осталось всего лишь 2500, и мы входим в соточку. Как сказал в начале видеоролика, обязательно на эту тему сниму отдельный видеоролик, расскажем все плюсы, все минусы, детально порассуждаем за автомобиль, но это сделаем позже. Сегодня же машина ездит, мозги мне не делает. Да, по ценам приходится где-то ее содержать, но вот сегодня если так суммарно посмотреть, порядка 20000 я практически отдал. Но если быть точным, там 18300, 465 рублей, парни. Машина, надо содержать, отдавать, то же самое вы отдадите за любой автомобиль. Здесь мы останавливаться не будем. Очень часто спрашивают и говорят, пишут, мол, слушай, в 100 тысяч пора бы ее уже скидывать. Вот здесь давайте на секундочку остановимся, детально порассуждаем. Вот сегодня я имею порядка миллиона рублей. Буду я ее продавать самостоятельно, либо же я ее скину в трейдин, это будет миллион тире миллион пятьдесят, с учетом того, что у меня будет дополнительная скидка по трейдину. Что я могу купить? Сегодня по программе лояльности, конечно же, я могу и мне выгоднее всего скинуть свою Мазду и забрать новую Мазду. Мне сделают скидочку, но опять же, доплатить нужно будет тысяч триста, четыреста как минимум. Я говорю про комплектацию Supreme+, но уже полную, с пакетом, сразу чтобы кожа была. Если посмотреть на конкурентов, ну, первый, кто самый основной конкурент для Мазды 6, а такие оптимы в комплектации GT. Она действительно богаче. Если сравнивать ее с топовой версией Мазды, вот Executy, в которой 2,5, там ценник почти два миллиона, ну, опять же, с учетом скидки, миллион восемьсот, миллион восемьсот пятьдесят, плюс-минус можно будет забрать. Не знаю. Для меня вот Мазда 6 сегодня это будет то же самое. Поэтому продавать ее, пересаживаться с нее уже на новую шестерку, смысла никакого в этом не вижу, исключением только того, что я получаю новый автомобиль. Но все равно приходится доплачивать и доплачивать немаленькие деньги. Там, ладно, там сто тысяч доплатил, забрал автомобиль, у тебя новая тачка. Это было бы интересно. Идти, покупать GT не вариант. Смотреть Camry, ну, опять же, многие думают о том, что я как-то к Camry очень плохо отношусь. Мне на нее все равно. В процессе коллективного сговора я нагулялся по салонам Toyota, садился у нее, под разными углами на нее смотрел, более-менее приглянулась комплектация эксклюзив. Но все равно на Camry смотрю под разными углами машину, ну, просто она мне не нравится. Точно так же мне не нравится Ford Mondeo. Многие спрашивают, а что с Ford'ом-то? Он вроде нормальная машина. Ну, вроде бы нормальная, но понимаешь, когда я с ним рядом стою, сажусь с него. Ну, не мое, не лежит мне к нему душа. Вот если я захожу в Киеве и сажусь в Optima, ну, блин, думаешь, плюс-минус так интересно. Подкупает то, что она очень хорошо оснащена. Много всяких фишек, вентиляции, круговой обзор. Это всегда приятно, когда ты садишься, машина фарширована. С другой стороны, рассматривать машины дороже двух миллионов сегодня точно нет. Я бы с удовольствием пересел бы на Mercedes E-класса. Прям вообще, хоть сейчас бы, прям поехал бы, отдал бы свою Мазду и уехал бы на Мерседесе. Но, как говорится, бери нож по себе, чтобы не падать при ходьбе. 3 миллиона отдавать за автомобиль сегодня я не готов. Даже если бы у меня были бы эти деньги, отдать последнее за Мерседес точно нет. Должен быть запас. 5 есть, трешку отдал. Ну, вот примерно такой разговор. Но если все-таки рассмотреть вариант продажи, то выгоднее всего, конечно же, мне сегодня скинуть шестерку и забрать новую шестерку. Но что я получу? Тот же самый автомобиль с нулевым пробегом. А что я потеряю? Я потеряю целый проект. Но согласитесь, интересно ведь наблюдать, когда человек купил автомобиль, и вот с самого начала он ведет про него дневники. Рассказывает, показывает техническое состояние. Все я делаю, как я считаю, объективно. Я вам все показываю. Плюсы, минусы. В общем, продавать я ее точно не буду. Поэтому все, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ведь сейчас начинается самое интересное. Впереди отметка 100 тысяч, конец гарантии. И вот мы посмотрим, будет она сыпаться, не будет. Как минимум, 1150 я на ней точно накатаю. 29 ноября в Лос-Анджелесе должны представить новую Мазду 6 в новом кузове с новым интерьером. Я буду следить за новостями, как только появится точная информация, что в ней будет. Снимем новостной ролик, покажем, расскажем. Опять же, до нас этот автомобиль дойдет к концу следующего года. Чтенько многие спрашивают, когда, когда будет новая шестерка. Ну, представят ее в конце года. Наверное, в начале года следующего во всем мире она начнет продаваться. К нам же она приедет, скорее всего, где-нибудь в сентябре, октябре, ну, ближе к концу 2018 года. Вообще, 2018 год обещает быть насыщенным. Приедет Камрюшка, по идее, должна уже обновляться Киа Оптима. Наверняка, то же самое ждет и Форт Мондео. В общем, будем смотреть, будем следить за новостями. Друзья, подписывайтесь обязательно на инстаграм-канал. Я вам не просто так об этом говорю. Не собирайте я вам там выкладывать фотки из серии вот я кушаю, вот я попил, вот я сходил в туалет. Нет, парни, там выходят только свежие новости. Выкладываем автомобиль и вы всегда можете высказать свое мнение еще до обзора. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментариях. В ближайшем видеоролике у нас будет новый Hyundai Sonata. У меня на этом все. Всем до новых встреч. Пока-пока.